Этот день защитника Отечества курганцы запомнят надолго. Праздник получился по-настоящему бодрящим. 240 человек вышли на Троицкую площадь и облились холодной водой. Вообще занимаюсь моржой. Года три, наверное. Особого такого решения не было. Просто друзья сказали, пойдем. Я сказал, пойдем. Понравилось, честно говоря. Помогает по-хорошему. Потом бороться со всякими простудными заболеваниями. Сегодня только тепло. Было бы холоднее, приятнее было. Это мы давно занимаемся? С девятого года мы купаемся в проруби. Это мой крестник. Он еще не купается. А сын купается. Мама обривается, я захотела. Почему родители обливаются? Ну, потому что, чтобы быть здоровым, сильным и чтобы крепкое здоровье было. Спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым. Это модно» прошла в десятый раз в России и впервые в Кургане. Организаторы – клуб «Ярополк» и боевое братство. В Кургане подготовкой массового обливания занимались Общероссийский народный фронт и правительство региона. Руководитель зауральского штаба ОНФ Федор Теребенин участвовал в акции вместе с сыновьями. У нас большое количество зарегистрированных, где в том, что мы больше… У нас самое большое количество людей, наверное, в России, в городах, которые зарегистрировались в Курганск, именно в Курганской области. Мы остановили регистрацию в воскресенье за три дня до мероприятия. И очень многие даже сегодня подходили, мы хотим поучаствовать. Вместе с Курганом еще несколько городов устроили массовое обливание водой. Все мы объединяемся, знаете, действительно здоровый образ жизни. Сегодня пандемия, да, сегодня, значит, там все чахнут, а мы показываем, что мы, да мы, вон, блин, какие здоровьки, мы русские. Помимо акции «Быть здоровым – это модно», на Троицкой площади также работала полевая кухня, а курганские силачи поднимали гири, штанги, соревновались в армрестлинге. Кристина Ивачева, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, телекомпания «Область-45».